В третий год реализуется проект «Комфортная городская среда в городе» и мы видим, насколько город меняется, и люди поверили. Поверили, что этот проект нужен, важен, комфортен, город преображается. Понятно, это определенные неудобства, но мы видим общественные территории, которые сегодня становятся визитной карточкой города, не только города, а, наверное, Алтайского края, которые притягивают к себе массу горожан. И это здорово, это замечательно. В городе кипит не только жизнь, кипит общественная жизнь. Наш бульвар Петра Первого, тому яркое подтверждение. Сегодня в городе запрос на общественные места очень велик. В городе масса мест, много парков, скверов, общественных территорий, которые граждане хотят привести в порядок. Сегодня мы приводим в порядок уже бульвар Вали Максимовой и уверены, что за ним последуют другие территории. Но и самое главное, что и бизнес в городе включились в реализацию программы по комфортной городской среде. Это и сами граждане на своих территориях хотят сделать город чище, лучше, комфортнее. Это здорово, что такие масштабные работы, они мотивируют людей самим включаться в процессы и уже участвовать самостоятельно. Это в том числе и задача была проекта по комфортной городской среде включенность, максимальная отключенность граждан. Осуществляется контроль как администрации города, так и депутатами, общественниками. Вот здесь очень важен депутатский контроль, так как мы работаем с людьми через прием граждан, через мониторинг тех мест, которые сегодня приводятся в порядок. Если где-то на дворах, либо еще есть недоделки, то здесь со своим депутатом, куратором. За каждой территорией закреплены кураторы из числа депутатов Бийской городской думы. И также через своего куратора домкомы, общественные советы домов обращаются к своим депутатам и совместно с управляющими компаниями, с администрацией, с управлением по ЖКХ доводят то, что нужно заделать. На какие еще территории есть запросы? И вот все-таки про Заривьера. Там же потрясающее место. Там потрясающее место. В свое время там планировалось построить. Ледовый дворец в том месте построить, поэтому место было зарезервировано. Там парк. У нас замечательное место, старый парк Заречья. Это парк и злокомбинат. Это ЗАДК химиков, поселок Котельщиков, и масса-масса-масса парков и скверов в городе, которые требуют участия как администрации, так и самих жителей в благоустройстве. Ну, это и здорово, что у людей появилось желание улучшить свою территорию. Но я уверена, что нам не надо останавливаться на полпути. Этот проект очень важен для развития территории, для развития парков, скверов, городов наших. Замечательно, что этот проект еще шагнул не только в города, но и в селах. Сегодня сельские территории также приводятся в порядок. И это вселяет людей веру, но и когда ухожена территория, когда жить комфортнее, интереснее, и люди совсем по-другому себя ощущают. Вы же из Бийска, но и в Барнауле где-то работаете. В чем преимущество Бийска к общественной территории перед Барнаульскими? Вот я всегда на многих площадках говорю, у нас есть уникальная площадка, которая прошла две очереди. Парка Петра Первого, Бульвара Петра Первого, участвовала в проекте «Комфортная городская среда». В прошлом году посчитали управление культуры, спорта и молодежной политики. Более 300 мероприятий прошло на этом парке. И масштабные крупные городские мероприятия, и небольшие локальные. Сегодня есть возможность подключения к электричеству. Может любая группа молодежная, не только молодежная, подключиться к электричеству, провести концерт, мастер-класс и так далее. И сегодня жители города Бийска уже привыкли, что на этой территории всегда что-то происходит. Масса гуляющих по вечерам, ну буквально яблоко у них белка, с ребятишками, и пожилые, и молодые, разные, разновозрастные люди. И здесь каждый может найти для себя то, что ему интересно. Надо сказать, что наши общественные организации, которые работают в сфере досуга, облюбовали, так сказать, это место. И здесь они презентуют себя, презентуют свои направления развития. И это дает толчок развитию именно общественных организаций в сфере досуга. Я считаю, что это уникальное место, которое нужно развивать. Более того, в этом году с данным проектом, по дальнейшему развитию данной общественной территории город выходил на гранты по губернатору в сфере молодежной политики. И там мы вошли в число победителей грантов. И я уверена, что участие в этой грантной территории также позволит еще более эффективно использовать данную площадку. Мы используем максимум возможностей, чтобы улучшить наши общественные территории. Но еще раз хочу напомнить, что это не единственная территория, в городе очень много мест, которые требуют продолжения данного проекта. И я уверена, что этот проект будет продолжаться и наши территории будут модернизироваться.